Привет, с вами Криптонист. В этой теме мы будем подключать Trezor к смартфону с операционной системой Android. Узнаем, что для этого нужно, детально поговорим про приложение Trezor Manager, сделаем интеграцию с кошельком iCelium и ответим на часто задаваемые вопросы. Поехали! Для подключения Trezor к смартфону нам нужен Trezor, смартфон с операционной системой Android и OTG-кабель. Также необходимо будет установить приложение Trezor Manager, о котором мы сейчас и поговорим. Trezor Manager – это приложение для Android, которое позволяет произвести базовые настройки кошелька и выступает в качестве прокладки между кошельком Trezor и сторонними приложениями. Вероятно, это сделано в первую очередь для сохранения должного уровня безопасности. Я говорил об этом уже много раз, но повторю еще раз, что самый важный принцип аппаратных кошельков – это невозможность извлечения приватных ключей. Именно эту меру безопасности решает Trezor Manager. На текущий момент Trezor Manager позволяет создать и восстановить кошелек, изменить название и заставку кошелька, активировать и деактивировать или сменить пин-код, включить и выключить кодовую фразу, обновить прошивку и очистить устройство. Приложение Trezor Manager рассчитано на изменение настроек вашего кошелька. Многие считают его не столь функциональным, но следует учесть, что это первый шаг при интеграции кошелька со смартфонами, и я полагаю, что в будущем возможности и интеграции с различными кошельками будут только расширяться. Код Trezor Manager полностью открытый, его можно найти на GitHub, и установить его можно как через Google Play Store, либо скачав файл с расширением APK с GitHub. После установки приложения мы подключаем Trezor к смартфону через OTG-кабель. При первом подключении нужно будет верифицировать Trezor на смартфоне. Давайте зайдем в приложение. Все, как я описал выше, здесь отображается имя устройства, мы можем его изменить, можем изменить заставку, можно включить-выключить пин, поменять его, парольная фраза, отображена версия прошивки, и также в самом низу можем очистить устройство. Первая строка интегрирует приложение Trezor Manager с кошельком Mycelium, с помощью которого вы сможете совершать платежи. Перед интеграцией с Mycelium давайте узнаем, что это за кошелек. Mycelium – это самый популярный мобильный HD-кошелек, который доступен для Android и iOS. Впервые анонс о кошельке был опубликован еще в далеком 2013 году, а в августе 2014 года кошелек начал поддерживать HD-кошельки. В декабре 2014 появилась версия и для iOS. В том же 2014 году кошелек был номинирован от сервиса Blockchain.info как лучшее мобильное приложение. У этого приложения существует большое сообщество, которое поддерживает и улучшает кошелек. На данный момент интерфейс доступен на 12 языках, в том числе и на русском. Все эти факты свидетельствуют о том, что этот кошелек относится к числу надежных кошельков, иначе выбор Satoshi Labs не был бы сделан в его пользу. Установим приложение Mycelium на наш смартфон и перейдем к интерфейсу кошелька. Важно понимать, что здесь нет ничего от нашего Trezor. Вспоминаю смешной случай одного из наших клиентов, который заходил в это приложение через Trezor Manager и считал, что он работает со своим кошельком Trezor. Нет, это отдельный кошелек со своими публичными и приватными ключами. И если ваши средства находятся на одном из его адресов, то они находятся в степени риска, которые несут в себе горячие кошельки. Я отношу Mycelium к правильным кошелькам, которые дают доступ к приватным ключам. Вы можете также сгенерировать сит из 12 слов. У Mycelium имеется практически такой же функционал, как и у Trezor. Пройдемся быстро по интерфейсу. Вкладка Balance. Здесь можно отправлять и получать биткоины, например, через сканирование QR-кода, что само по себе достаточно удобно. Чуть ниже есть кнопки, с помощью которых можно купить токены, купить-продать биткоины у местных продавцов. Я так понимаю, что это сделано по принципу LocalBitcoins. И поменять другие монеты на биткоины. Раздел счета. Данный раздел отображает текущие счета Mycelium. Во вкладке транзакции отображается история движения средств. Бизнес. Здесь у нас интеграции с различными кошельками и сервисами. И адресная книга. Здесь можно дать имена избранным адресам. Перейдем в настройки. Мы можем сменить язык, валюту, биржу, с которой будет рассчитываться курс биткоина, вознаграждение и так далее. Здесь все подробно описано. Я хочу показать модуль Bitcoin Cash, который в скором времени будет доработан. И этой монетой также можно будет пользоваться в интерфейсе Mycelium. По функционалу настроек приходит понимание, что это достаточно хороший кошелек с широким набором возможностей. Переходим к интеграции с Trezor. Итак, мы подобрались к самой интересной части этой темы. Интеграции Trezor и Mycelium. И перед тем, как начать, я расскажу об отзывах пользователей Mycelium. Я почитал и увидел множество жалоб пользователей на тему того, что приложения Trezor Manager и Mycelium не работают друг с другом. Если вы смотрели девятнадцатую и двадцатую темы нашего обзора, то знаете, что не все кошельки поддерживают новые биткоин-адреса, которые начинаются стройки. То есть, если вы попытаетесь начать интеграцию Trezor со стандартными счетами, вы увидите сообщение «Не найдено счетов для интеграции». Поэтому для работы с Mycelium вы должны пользоваться Legacy с счетами. Продолжим. У нас есть два варианта интеграции, каждый из которых мы отдельно рассмотрим. Импорт счета, где возможен режим мониторинга и также можно подписывать транзакции. И подпись транзакций без импорта счета. Начнем с импорта счета. Импорт счета происходит за счет добавления XPAP-ключа соответствующего счета в кошелек Mycelium. Таким образом, вы добавляете счет со всей его историей транзакций и можете отслеживать поступление средств на ваш счет. Такой метод интеграции называется «Мониторинг» или «Watch Only». Для импорта аккаунта нам нужно подключить Trezor к смартфону, перейти во вкладку «Счета». Добавить новый счет, опуститься чуть ниже, выбрать продвинутый уровень. У меня установлен пин-код, возможно, у вас его не будет. И выбрать вариант «Импортировать Trezor HD счет». Нажимаем на него. Немного нужно подождать. Теперь нужно ввести пин-код от Trezor. После чего сканируются счета Trezor. Напоминаю, что это могут быть только Legacy счета пока что. И на моем Trezor найден один Legacy счет. Нажимаем на него. Задаем имя. Также один момент. То, что у вас, возможно, были этикетки, они, естественно, сюда не интегрируются, поскольку этикетки находятся в дропбоксе, а это уже работает только через интеграцию с дропбокс. Теперь мы можем видеть во вкладке «Счета» счет с логотипом Trezor. Можем посмотреть его общий баланс и также посмотреть всю историю его транзакций. Вдобавок к этому вы можете просматривать, получать средства, мониторить все ваши транзакции без Trezor. Если вы хотите отправить средства, то в этом случае вам нужно подключить Trezor. Выбираем вкладку «Баланс», «Отправить». Я выберу один из сохраненных адресов. Ведем сумму. Нажимаем «Ок». Давайте выберем также комиссию, чтобы это быстро было. Обратите внимание, какие высокие комиссии у Legacy счетов. Практически половина суммы составляет комиссия. Ну да ладно. Нажимаем кнопку «Отправить». Нам следует подтвердить действие на самом Trezor. И мы видим красным цветом подсвечена наша транзакция, которая в пути. В вкладке «Транзакции» мы можем наблюдать, что пока что ноль подтверждений. Таким образом можно управлять своим счетом. Это безопасный метод совершения платежей, так как без Trezor вы не сможете потратить средства. Итог следующий. Вы можете импортировать аккаунт только для режима мониторинга без совершения платежей. И при желании можете подписывать транзакции, но для этого нужно всегда подключать Trezor к смартфону. Перейдем к подписи транзакций без импорта счета. Заходим в меню «Mycelium», «Холодное хранилище» и пункт «Подписать Trezor». Вводим наш пин-код. Отображается Legacy счет, выбираем его. Нашелся счет, нашелся адрес. Давайте отправим средства. Я использую, опять же, один из адресов, который я отсканировал. Выберем комиссию, введем сумму и отправим. Подтверждаем действие на кошельке. Транзакция совершена. Давайте вернемся. И вот мы видим, красным цветом отмечена наша транзакция, которая в пути. Мы ее можем увидеть также здесь. Предыдущая транзакция, обратите внимание, у нее уже три подтверждения. Такой вариант отправки средств подойдет для разовых платежей. Например, вы можете одолжить смартфон у друга, установить приложение, подключить Trezor. Правда, ОТГ-кабель должен быть с вами. И далее совершить платеж. У меня на кошельке MySelium уже есть небольшая сумма. Для этого мы можем выбрать как раз счет кошелька MySelium. И давайте также отправим средства, например, на тот же адрес. Пусть будет маленькая комиссия. Выберем всю сумму. Отправить. Здесь требуется ввести пин-код от MySelium. И транзакция отправляется. Здесь не требуется подключение к кошельку Trezor, так как мы работаем только с интерфейсом MySelium. Также я хотел показать, как все это выглядит через интерфейс Trezor. Посмотрите, вот как раз эти транзакции, которые мы только что отправляли на один и тот же адрес. Обратите внимание, что мы работали с Legacy счетом. Новые счета стандартные, они не будут пока что отображаться и вообще восприниматься кошельком MySelium, пока разработчики не добавят работу с новым форматом адресов. Итак, подводим итоги. Мы можем подключить Trezor к смартфону с операционной системой Android, произвести базовые настройки кошелька с помощью приложения Trezor Manager и совершать транзакции, установив кошелек MySelium. В этом случае все действия с нашими средствами требуют ввода пин-кода, кодовой фразы, если она есть, и физического подтверждения на клавишах Trezor. Все это обеспечивает такой же уровень безопасности, как если бы мы пользовались Trezor через наш ПК. Но здесь есть и неудобства. Например, отсутствие альткоинов. А самое главное, что постоянно требуется подключать Trezor к смартфону. Замечу, что это первый шаг интеграции Trezor и смартфона, и надеюсь, в скором времени функционал и удобство пользования Trezor с помощью смартфона будут только повышаться. Для небольших повседневных транзакций вы можете переводить денежные средства на кошелек MySelium и расплачиваться криптовалютой, используя только ваш смартфон. Но стоит учесть, что использование средств на кошельке MySelium несет в себе риски горячих кошельков. Спасибо вам за просмотр видео. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. С вами был Криптонист. Пока!